Казахстанские фермеры вновь просят правительство урегулировать численность сайгаков. По их подсчетам, поголовье диких животных перевалило за 2 миллиона особей. Степные антилопы вытоптали более миллиона гектаров пастбища, пустошили несколько тысяч гектаров посевов. Ущерб эксперты оценили почти в 8 миллиардов тенге. Альбина Кумаркалиева продолжит. Житель Букиардинского района Мрзабай Буранбаев круглосуточно дежурит на своей территории, отгоняя сайгаков от своих посевов. В этом году он засеял кормовыми культурами 140 гектаров земли. Обнес поле электроизгородью. Как оказалось, ток сайгаков не пугает. Они уже уничтожили большую часть урожая. Сейчас говорят, это исчезающий вид. Сейчас у нас не исчезающий вид, она избыточный вид стал сейчас в нашем районе. Сейчас в этом году численность, они по счету дали миллион тридцать, что ли, где-то численности. Сейчас больше него. Больше. Мы думаем, где-то около трех и трех с половиной миллионов. Его просто так ограниченное количество. Невозможно теперь уже. Любимый способ. Это государственная программа, какая-то этот системный подход надо к этому. Страдают от нашествия сайги фермеры еще шести районов области. Специальная комиссия уже подсчитала потери. По их данным, степные антилопы вытоптали более миллиона гектаров пастбища. Опустошили несколько тысяч гектаров посевной. Ущерб составил почти 8 миллиардов тенге. Животноводы ждут поддержки от государства. 7,9 миллиардов тенге мы дали заявку. Компенсация на корма. На сегодняшний день именно лично в Тоскалинском районе наше хозяйство пострадало в районе около 700 гектаров. Мы пострадали. Из них 580 гектаров это посевные поля. И 200 гектаров это получается посевные поля. Это однолетняя трава. Не знаем еще пока результат, как будет это возмещаться. Местные аграрии надеются, что проблему с численностью диких животных решат на правительственном уровне. По их словам, уральская популяция на данный момент вне угрозы. Они предлагают разрешить промысловую охоту на сайгаков. Тем временем местные власти заверили, что все данные направлены в профильные министерства. На сегодняшний день вопрос регулирования численности сайгаков в нашем регионе рассматривают в правительстве. Мы предлагаем 20% от общего количества диких животных изъять. Это примерно 200-230 тысяч голов. Подобные методы промысловой охоты практиковали в советское время. Выделяли квоты. Это в начале 90-х годов сайгаки были на грани исчезновения. Тот мораторий действует до сих пор. Согласно данным, от набегов сайги пострадало больше тысячи крестьянских хозяйств региона. Фермеры терпят колоссальные убытки. И если проблему не решить срочно, сельчанам нечем будет кормить скот и придется пустить его на убой. Поэтому вопрос регулирования поголовья сайги стоит в главе угла и все еще остается открытым. Альбина Кумаргалеева, Канат Махмутов, Эльдар Аюпов, Хабар-24, Западно-Казахстанская область.